Слава Богу, дорогие друзья! 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 И если мы зададимся вопросом, а когда это произошло? Я думаю, что это произошло тогда, когда пошло в Вселенную Сын Божий! Слава Богу, дорогие друзья! 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 И мы имеем эту великую надежду! Слава Богу, дорогие друзья! Слава Богу, дорогие друзья! Слава Богу, дорогие друзья! Но он, дорогие друзья, жил верой, и он знал, что когда-то придет это время, и Бог исполнит это обитование, и он будет царем над Израилем. Он может нас тоже так сравнить, Бог нас призвал, он нас очистил, макрил их сурпы, а святил нас через духа своего святого, и даровал нам этот залог вечной жизни, и обещает нашу царство, но в нашей посиделке жизни ничего не изменилось. Те проблемы, которые у нас были вчера, а не сегодня, я понимаю, что вам в нашей стране материально труднее, и эти проблемы они вас каждый день встречают, хотя мы имеем это помазание, хотя мы имеем это упование, хотя мы имеем это упование, и хотя Писание говорит о том, что мы царственные священства, что мы имеем это упование, что мы имеем это упование, что мы имеем это упование, и взятый удел Божий, но мы, дорогие друзья, должны жить той верой, которую жил Давид, что мы понимаем, что наше наследие не здесь, на земле, но оно сокрыто в Господе нашим Иисусу Христу, и в Иисусе 53 главе, это 11 стих, здесь говорится, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. В нем немецком переводе это переводится «Полустишь и на подвиг души своей». Это переводится «То как душа его трудила». И вот этот духовный труд, дорогие друзья, Иисус Христос садил для меня и тебя, И Он призывает нас тоже к этому духовному труду, и мы имеем это живое убеждение, и мы имеем это живое убеждение, и мы имеем это живое убеждение, на нашему Господу, и Давид, когда он убегал от Саула, то он написал некий ПСАЛОМ, это ПСАЛОМ 62, и его отрицательная часть из Саула. И БСАЛОМ 63, и БСАЛОМ 63, и БСАЛОМ 63, и БСАЛОМ 63, ты был зад's в состоянии году, ast美國, и БСАЛОМ 63, и БСАЛОМ 63, Субтитры сделал DimaTorzok 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 И мы видим, дорогие друзья, что он желал на этом присутствия живого Бога Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Потому что они не имеют никакой защиты, но эта всевидящая волка ее сохранила. И вот она, когда Бог ее возвратил назад, и она стала обратно в этом городе жить, и она познакомилась с одним молодым человеком, этот мой Ахет, и она, конечно, была очень недовольная, у нее было недовольствием на немцам, она очень ненавидела, потому что это, ну, конечно, для меня трудно, они много переживали. И вот тогда они познакомились, и она поняла, что с этим человеком он что-то не так разговаривает. Он нечисто по-русски говорит, нечисто по-украински, с каким-то таким интересным акцентом, и когда у них уже было двое детей, он говорит, Алида, ты знаешь, за кого ты замуж вышла? Он говорит, Алида, ты знаешь, что ты знал? Он говорит за кого? Он говорит за немцам. Он говорит за немцам. Она взяла свои вещи и уехала к своей матери. И это, как он говорит, за немецам. И, дорогие друзья, Батюши, Батюши, Он говорит, что ты не знал, что ты не знал, Уже как Бог дал его наопринимать. Она вернулась. Она вернулась. Они вернулись. Они вернулись. И Бог благословил. Так бывает в жизни человека, который говорит. Бог делает что мы не понимаем. Он вернулся. Он вернулся. Но когда мы все это пройдем. Мы можем только сказать славам. Мы можем сказать славам. Он вернулся. Что он делает такие дела. Он вернулся. Он вернулся. Богу за все слава. Аминь. Будем вернулся.